Ого! Слушай, а тебе иначе 20? Провиноорфорта нормализует сечевыпускание, оздоровляет простату, усиляет либидо и потенцию. Человеки оценят, женщины запомнят. Новая тактика украинского штурма. Парадокс Бахмута, что происходит вокруг крепости. Как недавно полученные Украиной кассетные боеприпасы смогут изменить ситуацию на фронте. Люди знают, что это за снаряды и какая их боевая мощь. Ликвидация российского генерала в глубоком тылу в Бердянске. Прочтение с генералом на Адаму Соковым. И Ахиллесово-Кита первой линии российской обороны. Действительно ли, если ее прорвать, то и другие падут за считанные дни? Плотный огонь и продвижение в тыл. Это видео прямо из окопов захваченных российских позиций опубликовали бойцы 47-й бригады Магура. Такие прорывы происходят сразу на нескольких участках фронта. Одна из самых горячих точек – Бахмут. Вот так бойцы 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ успешно отразили контратаку россияну поселка Берховка, что на севере города. А вот разбита позиция противника уже в городских кварталах. Окупанты сами сделали себе там ловушку. Сложилось такое явление, которое называется парадокс Бахмута. В чем он заключается? Когда мы за него боролись, у нас была большая и плотная городская застройка. Противник сам превратил эту застройку в щебень, зашел туда, а нет за что цепляться. А теперь большая часть господствующих высот за нами. Захват господствующих высот в Бахмуте начался в начале недели в южной части города. Сейчас нашим бойцам удалось там закрепиться и значительно увеличить площадь огневого поражения. Непосредственно под нашим контролем находятся те войска россиян, которые есть в Бахмуте и те пути, по которым они могут что-то подвозить. Необходимый боекомплект, мины для минометов, еду в том числе, воду. Ведь там же ничего нет. У них остается несколько вариантов. Или быстро выходить из Бахмута, или сдаваться в плен. Все там сейчас превращено в тир. Мы двигаемся к оперативному окружению. Есть сдержанный оптимизм, что это возможно. Тем более, что свои основные силы противник сейчас стягивает на другом направлении. Купенск, Сватово, Кременная. По информации пресс-секретаря восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватова, россияне собирают там главные ударные пехотные подразделения, подтягивают резервы и небольшие ЧВК, набранные из криминалитета. Они пытаются совершать наступательные действия. Там сосредоточено более 130 тысяч военнослужащих. Там есть небольшие продвижения, небольшие тактические успехи. Но это небольшие продвижения, и они не прорвали нашу линию обороны. И пока туда не были задействованы дополнительно наши резервные силы. Оттянуть наши силы Купенску, Сватову и Кременной враг пытается с Мелитопольского и Бердянского направлений, где идет наступательная операция ВСУ. Клубы Черного Дыма, среди которого едва просматривается город. На этой неделе Бавовна была в Бердянске четыре раза. Там в ВСУ ликвидировали целого генерал-лейтенанта российской армии Цокова, который стал самым высокопоставленным российским военным, погибшим на войне в Украине. Уничтожить генерала здесь важная составляющая, что это очень негативно влияет на его подчиненных. По правилам войны, чем выше руководство, тем оно должно быть лучше защищено. Люди понимают, командиры низшего звена. Если уничтожается высшее руководство, то они в еще большей опасности. И это не безосновательные панические настроения. Вот что ракета Storm Shadow сделала с отелем Дюна, где базировался штаб Цокова, который погиб там не один. Следующим точным ударом в то же место в ВСУ накрыли приехавших на помощь представителей ингушского ОМОНа. Второй залп ликвидировал заместителя командующего отрядом Хасана Тимурзиева. Где-то. Ну а другие взрывы уничтожили склады боекомплектов россиян. Это называется тактика истощения врага. Это тактика логистической огневой удавки, которая себя полностью оправдала по херсонской операции. Корректная, грамотная, разумная. Истощать. Воюет не пушка, воюет человек. Человеку в современной войне бесконечно нужны боеприпасы и другие ресурсы. И в уничтожении их мы показываем очень неплохие результаты. Взрывы прозвучали и в Токмаке. Пылали не только склады БК, но и кузнечно-штамповочный завод, где группировались россияне. Там якобы погибло до двухсот оккупантов. В город даже подтянули передвижной крематорий. Токмак – стратегически важное для нас направление, а потому что именно там открывается путь на юг, в направлении побережья Азовского моря, где ВСУ необходимо перерезать россиянам сухопутный коридор в Крым. И именно там они построили несколько линий мощной обороны. Однако украинские эксперты утверждают, самое важное – прорвать первую. Они сами говорили, что если нам удастся прорвать первую линию обороны, они отойдут на вторую или третью. Но мы видим, что за эту неделю они со второй и с третьей линии обороны передвигаются на первую линию. Понимая, что прорвав первую, а мы за полшага до этого, вряд ли им удастся удерживаться на второй и третьей линии. Линия обороны россиян полностью усеяна противопехотными минами. Но у нас уже есть западные противоминные комплексы, такие как М-58. Правда, для полноценного их применения нужно еще выбить вражескую артиллерию. Далее М-58 должны сделать в минном поле проход, по которому проедет наша техника. Как только мы сможем проделать несколько таких проходов, то дальше уже относительно чистая плоскость. И в эти проходы смогут проскочить аэромобильные бригады на легкой бронетехнике, которая быстро двигается и ударит уже в спину противника. Еще одним оружием, которое может существенно повлиять на скорость контрнаступления, являются кассетные боеприпасы. То, что Украина уже получила их от США, подтвердил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский. Кассетный боеприпас — это оружие истощения, которое поднимет коэффициент поражения противника и повреждения техники где-то на 30%. А это достаточно много. Если есть среднесуточный показатель поражения 100, то будет 130. А если умножаем на неделю, то понимаем, насколько растет коэффициент поражения личного состава и повреждения их техники. Кассетные боеприпасы запрещаются использовать в густонаселенных районах. Но этого ВСУ и не планируют делать. О первых ударах нашей армии заявили как раз сами россияне в районе того же Токмака. Вероятно, в течение следующей недели такие новости будут появляться из других участков фронта. Было очень интересное высказывание командира взвода 72-й бригады, которая находится возле Углидара. Он сказал, что когда у нас появятся эти боеприпасы, он уверен, что мы можем продвигаться не только к побережью Азовского моря, мы можем продвигаться в Мариуполь, потому что люди знают, что это за снаряды и какая их боевая мощь. Однако это продвижение дается кровью наших защитников, поэтому одной из задач командования ВСУ являются контратаки с минимизацией жертв. Чего не скажешь о российских командирах, которые в жуковском стиле просто ведут свою армию на убой. Катерина Павловская специально для марафона на канале Freedom. Шаг навстречу НАТО или холодный душ. Что же на практике для Украины означает финальное решение саммита? Оговорка по Шольцу. Я поддерживаю вступление Украины в НАТО. Почему Альянс включил желтый свет? Результаты, если бы приглашение было, они бы были идеальны. Что на самом деле Украина привезла из Вильнюса? Да, приглашение в НАТО войну сделает с Россией. Ну что за глупство? Кто и почему ломал там копья? Была большая группа, желавшая гораздо более прогрессивного подхода. За кулисье саммита. Эксклюзивы из Литвы. Беспрецедентные меры безопасности. На два дня Вильнюс превращается в настоящую крепость. Небо над Вильнюсом защищает зырка Нейсамс, отправленные сюда Испанией. Германия развернула тут 12 комплексов Патриот, а Франция поставила самоходные гаубицы Цезарь. Саммит Вильнюса называли историческим событием поразительного масштаба. На подготовку Литва, принимавшая встречу такого уровня впервые, потратила 10 миллионов евро. Сам Вильнюс действительно поражал. В первую очередь, количеством желто-синих флагов. Украинские флаги сейчас в Вильнюсе чуть ли не на каждом шагу. Власти города украсили ими, ну, чуть ли не каждую улицу. Всего 33 тысячи украинских флагов. Это как будто намек, что тема Украины действительно одна из ключевых. Но мог ли этот саммит стать историческим для Украины? Можем констатировать еще. Можем констатировать, что результаты саммита хорошие. Но если бы было приглашение, они были бы идеальны. Так встречу в Вильнюсе подытожил президент Зеленский, боровшийся за решение исторического саммита до последнего. Что же стало хорошими результатами и почему не сложилось с идеальными? Давайте разбираться. Несмотря на восхищенные взгляды, публичную лояльность и попытки разделить с Украиной не только чашку кофе, как это сделал нидерландский премьер. За кулисами саммита бушевали настоящие страсти, рассказывает в эксклюзивном интервью бывший посол США в Украине Джон Хербст. Я знаю, что Белый дом был очень недоволен. Была большая группа, возможно, даже большинство, желающие гораздо более прогрессивного подхода. И это было заблокировано Соединенными Штатами и Германией. Предметом громких дискуссий стало согласование финального коммунике. В документе не идет речь о приглашении в Альянс. Об этом только после завершения войны с Россией и когда согласятся союзники, и будут выполнены условия. Формулировка относительно Украины достаточно сдержана, без срока возможного вступления. Мы подтвердили, что Украина станет членом НАТО и согласились отменить требования плана действий по членству. И здесь главный вопрос, почему партнеры, которые так мощно поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии, не решились на политическое приглашение. Одна из версий – то, что Альянс опасается эскалации с Россией. Хотя, уверены литовские дипломаты, это могло бы стать сдерживающим сигналом для Путина. Приглашение в НАТО войну сделает с Россией. Ну что за глупство? Вот вы смотрите, вы видите российские солдаты здесь? Видите, что россияне нас убивают, танки? Нас ведь пригласили, войны не случилось. Возможно, предполагает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, причина в другом. В первую очередь, потому что согласия нет среди ключевых игроков. У наших союзников разное видение, как двигаться вперед. Есть балтийские страны, которые готовы принять Украину, и есть американцы, которые играют в долгую. Играют большую игру о том, как перезагрузить Россию, и как эта Россия не попадет в колониальную зависимость от Китая. Немцы, они просто опасаются пока что. Очевидно, об Украине дискутировали многие. Так что немецкий канцлер Шольц по возвращении домой, говоря о расширении НАТО, заговорился. Я поддерживаю вступление Украины в НАТО, то есть вступление Швеции в НАТО. Но это, вероятно, и неспроста. Отмена для Украины плана действий по членству в НАТО стала, по сути, компромиссом к приглашению в Альянс. В то же время еще больше приблизило к НАТО, убеждали в Вильнюсе. Это изменит путь членства Украины с двухэтапного процесса на одноэтапный. Но здесь ключевой вопрос, что же дальше? Мы спрашиваем об этом министра обороны Эстонии Ханна Певкура, страны, присоединившейся к Североатлантическому Союзу 19 лет назад. Конечно, знаете, многие страны, включая Эстонию, хотели бы видеть больше. С другой стороны, перед саммитом мы видели некоторые страны, которые принципиально ничего не хотели видеть. Поэтому в этой ситуации, когда за столом переговоров 31 страна, вы должны найти компромисс. На самом деле, отмена ПДЧ – серьезный сигнал, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. И он еще сыграет свою роль на пути Украины во вступлении в НАТО. ПДЧ – это инструмент 90-х. Он длинный, там сотни и тысячи разных пунктов, он заформализирован. Поэтому сам факт отмены ПДЧ – это очень важная вещь. И многие ее недооценивают, поскольку у нас все думают, там дали приглашение, не дали приглашение, соответственно, там победа или измена. А есть конкретные вещи, в частности, отмена ПДЧ – это результат. Вместо ПДЧ Украине могут предложить отдельный план вступления в НАТО. По всей вероятности, он будет содержать меньше страницы пунктов. Ведь некоторые реформы, в частности, в отношении антикоррупционного законодательства или реформирования судов, уже продолжаются в рамках подготовки к вступлению в Евросоюз. Затем проделанную работу зачислят и в НАТО. Европейский союз имеет очень четкие критерии, если взять законодательную часть. Когда мы берем законодательство о юрисдикции судов, это все должно быть исполнено. Следовательно, и это главные принципы демократии для Европейского союза. И когда вы проведете эти реформы, я более чем уверен, что НАТО воспримет это как очень необходимые шаги, чтобы быть членом Альянса. Именно с саммита в Вильнюсе начался новый формат сотрудничества НАТО с Украиной. Создан общий совет как постоянно действующий орган. И вот первое заседание. Но что такое сотрудничество меняет принципиально? Должен сказать, что я гордился, когда слушал всех за столом во время этого совета НАТО Украина, потому что такую универсальную поддержку и согласие вряд ли можно увидеть или услышать. Так что было действительно хорошо быть там. Я думаю, что это будет один из исторических моментов Альянса. Станет ли этот совет эффективным механизмом? И приблизит ли путь Украины к вступлению в Альянс? Совет – это хорошая история. Это возможность лучше работать, это возможность такого лучшего взаимодействия в режиме реального времени. Мы там, хотя и формально, но на одном уровне. Мы сидим за одним столом. Нас не просто приглашают. Мы ведем общий разговор, как у союзников. Не менее важной на полях саммита была и дискуссия о гарантиях безопасности для Украины. Эту тему поднимали еще за несколько недель до его начала. О чем же в конце концов договорились? И будет ли тот самый зонтик безопасности от западных стран? И прикроет ли он Украину? Это не гарантии безопасности в классическом смысле по типу ядерного зонтика над Японией, считает Павел Клинкин. Но это хорошая подушка безопасности для Украины. Это обязательство военной экономической помощи. Это обязательство «семерки», к чему присоединяются сейчас многие страны, говорить «мы вам дадим то, что вам нужно». То есть это хорошая история, она важна. Этого никогда не было на самом деле в истории Украины. В истории Украины. Список тех, кто хочет присоединиться, только G7 не ограничен. Уже 10 стран изъявили такое желание. Круг гарантов безопасности Украины будет расти. А следующим шагом после заключения декларации будет заключение двухсторонних договоров безопасности, юридически обязывающих, которые будут гарантировать специфику безопасности Украины со стороны каждой страны. Эти гарантии безопасности отнюдь не альтернатива членству в НАТО. Этот путь неотвратим, уверяет по итогам саммита президент. За эти два дня саммита мы убрали любые сомнения или двусмысленности, будет ли Украина в НАТО. Будет. Впервые не только все члены альянса с этим согласны, но и ощутимое большинство в альянсе энергично приближает это. Об этом в Вильнюсе после разговора с украинским коллегой скажет и американский президент. На эту встречу Джо Байден придет в гаустуке в желто-синих тонах. Говорят вдвое дольше, чем отведено протоколом. Очевидно, и о долгосрочной поддержке, и о перспективах Украины в НАТО. После чего Байден скажет. Я с нетерпением жду того дня, когда у нас будет встреча, и мы будем праздновать с вами официальное членство в НАТО. И хорошая для вас новость. Мы никуда не исчезнем и не отстанем от вас. Как быстро после войны вы хотели бы, чтобы Украина стала членом НАТО? Один час двадцать минут. Какие у вас действительно глубокие вопросы. В следующем году саммит НАТО состоится в Вашингтоне. Это год президентских выборов США. Поэтому политическое приглашение Украины в НАТО, считает бывший посол США в Украине Джон Хербст, могло бы добавить баллов самому Байдену. Если бы Байден устранил препятствия, которые он и его команда поставили на пути поддержки Украины, как сейчас по поставкам оружия, так и по гарантиям безопасности и отношениям с НАТО, это было бы отличным достижением, чтобы пойти на второй срок. Все будет зависеть не только от хода кампании в США, но и от ситуации на поле боя и нашей борьбы на дипломатическом фронте. А потому следует делать выводы и упорно работать дальше. И это едва ли не самый главный итог встречи в Литве. Этот саммит однозначно дал Украине мощный импульс. Но основная работа еще впереди. И она будет явно нелегкой. В конце осени Киев должен получить план касательно вступления в Евросоюз. А открытие этих дверей приблизит и желаемую конкретику, и в вопросе вступления в НАТО. Из Вильнюса Артем Куля, Оксана Дворецкая. Специально для Марафона на канале Freedom. Достать до Москвы! Неужели украинские инженеры создали аналог американской АТАКАМС? И действительно ли советские ракеты комплекса С-200 модифицировали так, что они способны лететь до шести сотен километров? Это очень серьезное и грозное оружие на больших расстояниях. Что скрыто внутри? Система управления ракетой – это вообще песня. И сможет ли теперь Украина наносить удары вглубь России без разрешения западных доноров оружия? Крымский мост. Военный аэродром в Ростовской области. Секретный объект в Калужской. И Брянской. Министерство обороны страны-террориста жалуется. Россию атаковали неизвестные ракеты, очень похожие на советские комплексы С-200. Вот такой прилет зафиксировали местные. Москва заявила, что Украина переделала зенитные ракеты от старого советского комплекса так, что теперь они могут поражать наземные цели. Вот так выглядит возможный радиус поражения обновленных ракет. В зоне риска потенциально оказываются объекты в районе Москвы, Рязани, Волгограда, Краснодара и Сочи. Но действительно ли это модифицированные С-200? И смогут ли ВСУ атаковать ими территорию России? Украинские воздушные силы – ответственность за организацию атак на себя не взяли. Но ключевой вопрос – действительно ли в Украине есть такое оружие? И откуда оно взялось? 60-е. Разгар холодной войны. Перед страхом вражеских авианалетов советские руководители давят на конструкторов, чтобы они поспешили с разработкой новой системы противовоздушной обороны большой дальности. предыдущий проект с треском провалился. В частности, из-за смерти главного конструктора. Но следующая попытка оказывается удачной. КБ разрабатывают самый мощный комплекс тех времен – С-200. И тогда это была действительно передовая технология. Оружие, способное уничтожать вражескую авиацию еще на подлете и прикрывать целые районы. Впрочем, довольно громоздкая. Ракета состоит из нескольких частей. Носовой оптичник, под ним радиолокатор с большой антенной 60 сантиметров в диаметре. Это означает, что большая дальность у него. А дальше следует система управления ракетой. Это вообще песня. На первых вариантах она была еще ламповая. В последних вариантах уже полупроводниковая. Но никаких микросхем. Размеры ее были огромны по сравнению с современными ракетами. Только представьте, длина ракеты 11 метров, масса 7 с лишним тонн, скорость полета от 700 до 1200 метров в секунду, настоящая махина и сама пусковая установка. Эти установки были настолько мощными, что даже передвигались по рельсам. Это стационарная система, которая предполагала как раз размещение в защищенных сооружениях. Эти пусковые выезжали, и с них запускались эти ракеты. Главное преимущество комплекса — дальность. Тогда она составляла от 160 до 300 километров. Но разработчики утверждали, может лететь и дальше. Впрочем, чтобы поразить цель, нужно было подсветить ее с земли мощным радиолокатором. А его радиус действия был ограничен. После старта ракета, как по туннелю, следует за лучом радиолокатора. Кроме заметности, из недостатков — токсичное жидкое топливо. Ее обслуживание и заправка выполняются в специальных химзащитных костюмах, требуют специальной квалификации персонала. Всегда есть риск, что люди, работающие возле этих ракет, могут получить те или иные поражения именно от токсичности топлива. Режима работы по наземным целям у С-200 не было только по воздушным. Но сейчас военное командование страны-агрессора говорит именно о ракетах, переделанных для наземных ударов. Неужели украинские инженеры научились совершенствовать старое советское оружие? Наши эксперты говорят, что С-200 могла получить новую жизнь. Мы же помним о ее главном преимуществе — большой дальности. Это сейчас на вес золота. Ведь основные военные объекты именно в России, а не на оккупированных территориях. И запускать туда ракеты, предоставленные союзниками, ВСУ не могут. Таково требование западных партнеров. Поэтому «Хаймарсы» или «Стормшедоу» используются только в пределах Украины. А ракету отечественного апгрейда ВСУ, вероятно, могли бы применить по своему усмотрению. Ее, кстати, в модифицированном виде уже сравнивают с американскими баллистическими ракетами «Атакамс». Итак, как могли усовершенствовать С-200? Сделать другую систему наведения, которая, в частности, использовала бы координаты цели на Земле. То есть сделать инерциальную систему наведения или систему, которая бы использовала датчики GPS-а и таким образом корректировала свой полет за счет получения сигналов от спутников. Далее — боевая часть. Эксперты говорят, что она не слишком подходящая для ударов по наземным объектам. Впрочем, ситуацию легко исправить. Это беленькая, это боевая часть. Здесь 220 килограммов, 90 килограммов взрывчатки. Все остальное — это так называемые убойные элементы, шарики или другие. И в общей сложности таких убойных элементов было 34 тысячи. Лучше выбросить все поражающие элементы, потому что они не несут никакой пользы в случае необходимости уничтожить, например, состав какой-нибудь вражеский или штаб. Можно заменить их взрывчаткой. Громоздкие стационарные пусковые установки можно также заменить на мобильные. Без радиолокаторов и дополнительного оборудования зенитчики будут быстро разворачивать ракетный комплекс. Если нет необходимости подсвечивать цель радиолокатором, то нет смысла создавать такие стационарные пусковые. Если ракета будет лететь на цель, используя координаты, заложенные в ее головку самонаведения, то запускать такую ракету можно будет с любых участков, используя либо мобильные специально созданные пусковые, либо пусковые, которые монтируются на месте в зоне пуска. В теории даже могли переработать двигатели и заменить токсичное жидкое топливо на твердое, говорит Сергей Сгурец. Но главный параметр – дальность. Судя по этим свежим кадрам, на которых ракета падает под углом 90 градусов, она летела по баллистической траектории. Эта дальность могла быть увеличена до 500-600 километров, что позволяет эту ракету по баллистической траектории запустить, провести, условно говоря, до определенной дальности поражения и уже затем, когда ракета будет находиться над целью, заставить ее падать сверху вниз для того, чтобы увеличить ее точность. Все это открывает ВСУ широкое поле возможностей по уничтожению стратегических целей на территории РФ. Правда, есть загвоздка. Эксперты говорят, что согласно договоренностям с союзниками, бить по территории России Украина не может не только западным, но и собственным оружием. Но под молчаливый аккомпанемент Украины и Запада ракеты долетают до Брянской, Курской и Калужской областей. Поэтому, очевидно, дальше будет. Подлинных доказательств того, что комплекс С-200 действительно был модернизирован, пока нет. Но если наши инженеры совершили такой прорыв, это может кардинально изменить ход войны. Алла Чиж, специально для телеканала «Хридом». Залег на дно навсегда. Резонансное убийство капитана подводной лодки «Краснодар» в России, которого считают причастным к обстрелам Украины. Каждый из них должен знать, что возмездие может застать этих людей в любой момент. Кто и зачем на самом деле ликвидировал офицера РФ? Мы нашли в Киеве друга мужчины, которому Россия шьет убийство. Наш эксклюзив. 30 лет мы вместе, мы были в разной ситуации. Какую игру начала Россия? И к чему здесь украинская разведка? Им так просто не выжить. По морской цели. КОНЕЦ КОНЕЦ Жертву резонансного убийства в России найдут прямо в парке. Его выдает обычное мобильное приложение. Каждый день убитый размещал там свой маршрут бега, который не менялся. Но в то утро 10 июля он так и не добежал до финиша. Ржицкого застрелили в 6 утра, выпустив в него 7 пуль. Была дождливая погода и ни единого свидетеля на месте происшествия. Откуда это известно? От украинской разведки, которая опубликовала детали преступления. Однако вскоре ГУР опровергает свою причастность. А вот российским следователям не удалось найти ни одного видео с камер наблюдения, на котором был запечатлен сам момент преступления. Доказательств, как кот наплакал. Более того, полицейские поначалу не смогли даже установить, из чего был убит Ржицкий. Вернее, указали, что его зарезали. Затем они вернулись на место преступления через 7 часов и заявили, в жертву стреляли. Мотивов убийства в РФ не озвучивают. Однако появляется информация, что Ржицкий мог быть причастен к запуску калибров по Виннице в июле прошлого года, в результате чего погибли 29 украинцев, в том числе и дети. Обстрел был произведен из той самой подлодки «Краснодар», капитаном которой был убитый. В тот же день появляется ориентировка с фотографией подозреваемого. А это уже на следующий день российский спецназ задерживает мужчину, которого подозревают в убийстве капитана Ржицкого. И уже традиционно следователи РФ находят украинский след. Ведь задержанный мужчина – президент Украинской Федерации каратэ-дос Киев Сергей Денисенко. Прямо в квартире подозреваемого находят пистолет с глушителем и патронами. То есть, по версии так называемого российского следствия, киллер после содеянного преступления спокойно принес орудие убийства к себе домой. Для любого киллера избавиться как раз от орудия убийства или теракта – это святое дело. Тут же в считанные секунды. Но как в этой истории вообще появился Денисенко? Мы провели собственное расследование. Одну из зацепок мы нашли здесь, в Киеве. Человек, который может пролить свет на персону, которую в России назвали убийцей Ржицкого. Это Александр Гончаренко, тренер по каратэ и близкий друг задержанного в России Сергея Денисенко. 30 лет мы вместе. Мы были в разных ситуациях. Иногда я удивляюсь тому, что там говорят, что он сделал это по заданию гур. Все это такой бред. Я понимаю, после того, что случилось, ну, российской стороне нужно было быстро найти украинца. А тут, пожалуйста, мастер каратэ и все. А тут, будь ласка, мастер каратэ. Наш собеседник уверяет, что говорил с Денисенко незадолго до убийства российского капитана. Ничего необычного не заметил. Ну, где-то недели две назад примерно мы говорили. Вы понимаете, здесь уже психология срабатывает. Если человек готовится к чему-то вот такому, то выдает и интонация, и голос, и манера поведения. Если бы я это почувствовал, возможно, я бы задал какие-то вопросы. Но Ржицкого вполне могли убрать российские спецслужбы. Из-за военных провалов в Украине и восстания Пригожина в российской армии под нож пошли многие генералы и офицеры. Там очень много тех, кто не согласен с политикой Путина. Однако в этой истории всплывает еще один неожиданный фигурант. Это отец убитого, аудиоинтервью которого вдруг появляется в российском информационном поле. Мужчина утверждает, что его сын подал на увольнение в 21-м году, еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Эта процедура продолжалась до августа 22-го года. И якобы все это время Ржицкий не выходил в море. Хотя и находился в Севастополе. Мы обратились в Главное управление разведки Украины, чтобы наконец выяснить, есть ли доказательства причастности Ржицкого к обстрелам Украины. И который в последнее время отвечал за мобилизацию в городе Краснодар. Эта должность формальная могла называться по-другому, но он имел непосредственное отношение к преступной деятельности российских оккупационных войск и данного корабля, субмарины и отношение к обстрелам Украины. Похожая информация об увольнении Ржицкого появляется в нужное время. Не случайно. Российская пропаганда сегодня отрабатывает операцию прикрытия, прямо скажу. Следует показать невиновность жертвы, что они не участники теракта в военных действиях. В этой ситуации они не могут официально поддаваться с позиций, например, военно-морского флота России или Минобороны. Потому что это будет неприемлемо. А вот отец это как раз такая ситуация, что вроде бы он подает объективно, чисто от семьи. Мы решаем спросить прямо, причастен ли Гур к ликвидации российского капитана Ржицкого? Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Но при этом в украинской разведке добавляют. Каждый военный преступник, который причастен к агрессивной российской войне против Украины, безусловно, является законной целью украинских сил безопасности и обороны. А не все, где бы они ни находились, будут в опасности. К тому же глава ГУР Буданов сам заявил о том, что украинский МОСАД по типу израильского уже существует. И украинская разведка уже занимается ликвидацией врагов. Многие говорили о МОСАДе украинском. У нас свой МОСАД и свои возможности, свои ресурсы. Мы имеем очень хорошую агентуру как раз в стране агрессора. Прямо могу сказать, без расшифровки. Поэтому, выбирая конкретные объекты, это в первую очередь исполнители убийств, генералы, это полковники, это капитаны, как в данной ситуации, капитан Ржицкий. Мы говорим о том, что эти цели, которые являются законными в плане не только процессуальных действий, но и уничтожения. Пока у нас еще нет ресурсов, привлечивших к уголовной ответственности. Это практика, которой прибегают спецслужбы во всем мире. То, что произошло с капитаном подлодки в России, очень напоминает методы, которые использует тайная служба Израиля. Если государство хочет жить, а я так понимаю, Украина хочет жить, тогда ей нужно уничтожать своих врагов, неважно, где они находятся. Эти люди – это ходящие бомбы. Если их не уничтожить, они уничтожат намного больших людей. Если все так, то украинская разведка изменила правила игры. Когда российская территория уже не защитит от наказания, которое непременно настигнет военных преступников, каждый из них теперь будет ежедневно оглядываться с мыслью, что он может стать следующим. Александр Мельников. Специально для телеканала Freedom. Фанакаховский ГЭС нанесла серьезный ущерб качеству воды в целом в Черном море и возле украинского побережья в частности. Также купание запрещено ввиду наличия мины, боеприпасов в воде. Однако, тем не менее, в Одессе солнечно, сюда продолжают ехать люди. И мы приехали сюда, чтобы разобраться, зачем они сюда, собственно, едут, что может предложить туристический сезон 2023 года, где можно купаться, а где нельзя, и что сейчас предлагают украинцам отели в самом крупном курортном городе страны. Трудно поверить, но такое я видел разве что в Припяти. Так сейчас выглядит один из самых популярных курортов в Одесской области – Грибовка. Еще два года назад по этим улицам было ни пройти, ни проехать тысячи отдыхающих, гостиницы и пляжи, забитые под завязку. Теперь тут не души, теперь тут линия обороны. Два слоя колючей проволоки и дальше минное заграждение. И тянется это все на несколько километров. На такой шаг пошли не только потому, что это десантно-опасный участок, но также и потому, что местное население никак не прислушивалось к рекомендациям военных и полиции не посещать курортные места. Командир местных военных Руслан Марфула показывает нам, как выглядит нынче побережье. Пройти и пролезть, о боже! Периодически, конечно, люди пытаются преодолеть эти препятствия и попасть к морю, несмотря на предупреждение. Заканчивается это порой трагически, как, например, для водителя и пассажира этого внедорожника. Год назад они решили полюбоваться местными видами. Минус две жизни. Мужчина решил проехать к морю, проигнорировал таблички «Осторожно мины». Он считал, что таблички «мины» — это бутафория. Отодвинул импровизированный барьер, поехал и взорвался на мине. Это была противотанковая мина с эквивалентом взрыва 8 килограммов тротила. Опасных находок здесь может оказаться немало. После подрыва россиянами Каховской ГЭС к Черноморскому побережью несет не только мусор, различные бытовые предметы, как этот бидон, но и нечто более смертоносное. ПФМ-1 — так называемый «лепесток» — очень легкая противопехотная мина. Ее легко вода разносит на большое расстояние. Есть случаи, когда мы находили такие мины. Даже подготовленному саперу трудно найти такую мину в куче мусора. А человек, просто идущий к морю, никогда ее не увидит. Останется без ноги. Если не оказать неотложную помощь, то и без жизни. Дабы такого не случилось, побережье не только плотно отгородили, но и усиленно патрулируют. И это не шутки, потому что мины к этой местности прибивают регулярно. Там 2-3 месяца назад плавала мина. Мы сообщили коммуназа, пришли, взорвали ее. Понимаете? Мы же не лезем сразу в воду. Григорий пенсионер. Он живет в соседней с Грибовкой в Затоке. Тоже не менее популярном когда-то курорте. До начала полномасштабной войны мужчина сдавал комнаты туристам. Тем и жил. У нас отдыхают в основном семьи, муж, жена и ребенок. Вот это бюджетный вариант. Кондиционер, кроватка, двуместная, одноместная. Григорий показывает номера своей мини-гостиницы. Говорит, есть и более удобные. С собственным тушем и санузлом. Вот только туристов за последние два года здесь нет. Вся Затока пустая. Мы идем по дороге, на которой когда-то были пробки. Теперь по пути видим разрушенные базы отдыха. Вокруг сплошная тишина. Даже местных здесь осталось немного. Кроме Григория еще 5-6 человек на весь курорт. Потому что это опасно. Окупанты беспощадно обстреливают курортный поселок. Приехать сюда теперь сплошной экстрим, вздыхает Григорий. Потому никто и не едет. Без туристов очень тяжело шесть. Туристов мы называем наши кормильцы. Наши кормильцы. Вот их нет. По телефону, конечно, кормильцы все звонят нам. Вот. Передают привет. Особенно после обстрелов. Як у вас там, як у вас там. У нас есть туристы, которые приезжают уже на протяжении 20 лет. А вот в Одессе ситуация совсем другая. На местных пляжах довольно многолюдно. Як вам море? Шикарное. А не боитесь, что тут мины может быть? Те, кто лезут в воду, не боятся ничего. Несмотря на предупреждение спасателей и местных властей об опасности такого купания. Впрочем, сколько ни запрещай, одесситы все равно купаются. Тем более, что проконтролировать все пляжи в городе просто невозможно. Однако людей намного меньше. Если сейчас я тут спокойно иду, то, например, два года назад здесь постелиться было бы негде. Штрафов для тех, кто не следует рекомендациям, нет. Поэтому отдыхающие купаются на свой страх и риск. Купаться, загорать, кайф и удовольствие. Непередаваемые ощущения. Ничего не боимся, здоровье закаляем и только вперед. Да мы на три метра. Дальше не отплываем. Несмотря на то, что все пляжи проверили, говорят спасатели, это не значит, что опасность миновала. До 10 мин было вынесено именно на побережье Черного моря. Даже если пляж был проверен пиротехниками ГСЧС и коммунальные службы почистили пляж, это не значит, что он стал безопасным. Ибо меняется течение, меняется направление ветра. И это не единственная проблема, добавляют экологи. После подрыва россиянами в Хаховской ГЭС сюда из Херсонов принесло немало чего. Вот взгляните, даже целый остров оттуда. Море местами довольно грязное. Местный экоактивист Владислав Балинский говорит, в воде очень много бактерий. Но это не самое страшное. Дело не только в бактериальном загрязнении, потому что в первую очередь мы говорим о загрязнении химическом. Очень заметен тетрамония в их основании. Это азотное соединение, продукты жизнедеятельности. Сальмонелла была тоже. Накупаются не все. Некоторые туристы заходить в море все же не рискуют. Нет, и в прошлом году не купались. Визуально да, но никто не знает, что внутри. Посидели на берегу, помочили немного ножки, и вода холодная, тяжело не купаться. Хочется, когда море рядом. Но есть ли альтернатива морю? И можно ли дышать морским воздухом, а купаться в безопасной воде? Да, отвечают нам владельцы отелей. Чтобы привлечь и без того небольшое количество туристов, предлагают много всего. Больше домашнего вина, скидки на поселение, хит этого сезона, жилье с бассейном. Проживание в таких отелях стартует на 900 гривен в сутки. Это в самой Одессе. Дальше можно найти дешевле. Отельеры уступают, потому что бизнесу надо как-то выживать. Иногда бассейнов может быть несколько, как вот в одном из самых больших комплексов отдыха Одесс. Здесь попытались максимально воспроизвести море. Есть обилие бассейнов с теплой соленой водой. Температура наших бассейнов 28 градусов, температура джакузи 38 градусов, и гостям нет необходимости идти к морю. И это не так дорого, как может показаться на первый взгляд. Потому что необязательно здесь жить. Можно просто посещать бассейны. Ко всему комплекс прилагает скидки, чтобы привлечь новых клиентов. После 18.00 гости могут посетить бассейн со скидкой в 50%. Тогда посещение центрального бассейна, детского аквапарка и террасы шестого этажа будет 350 гривен. Туристический бизнес держится на плаву. Находит новые возможности, как и дальше радовать гостей своим сервисом. Григорий из Затоки тоже скоро надеется увидеть у себя туристов. Но этот сезон мужчина готов пережить и без денег, лишь бы война закончилась поскорее. И россиян, которые принесли столько горя этому райскому уголку, здесь больше даже не вспоминали. Есть кому отдыхать. Было бы только мирное небо над головой, все успокоилось. Российские оккупанты систематически уничтожают украинский юг. Где-то оккупацией, где-то техногенными катастрофами, где-то обстрелами, а где-то блокированием торговли и туристической отрасли. Однако украинцы нашли выход и здесь, бизнес приспособился. Несомненно, украинский юг выстоит, украинский туризм оживет заново. А Одесса и черноморские курорты будут также гостеприимно после войны принимать туристов со всей страны и зарубежья. Сергей Костиш, специально для телемарафона на канале Freedom.